В прошлой серии, по просьбе профессора Сахарова, я спустился в лабораторию X16 и уничтожил установку, генерирующую излучение. После чего получил щедрую награду и отправился в рыжий лес, где принял препарат и всё же попал в то место, куда перемещало сталкеров. Это оказалось что-то типа зазеркалья рыжего леса. Теперь нужно найти способ выбраться оттуда. Друзья, а сейчас информация для тех, кто хочет в ближайшее время собрать новый или пересобрать свой старый компьютер. Мечтаешь о мощном компьютере? TSP Computers поможет собрать уникальный ПК по минимальной цене. Выбери готовую сборку или собери сам в удобном конфигураторе. Консультант оперативно и профессионально подскажет, как совместить комплектующие и улучшить производительность. Собери компьютер мечты на tspdfspk.ru Ссылка в описании и закреплённом комментарии. На миникарте появилась стрелочка. Возможно, нужно идти именно туда, куда она указывает предварительно. Ха, хотел покушать, а кушать-то нечего. Надо было поторговать с тем. Возможно, у него бы что-то и было. Ну ладно. Подошёл к отметке. Достаём детектор. Тут куча камней. Как раз среди них и должен быть либо труп, либо что? Артефакт, наверное? Да, мы артефакт-компас подбираем. Найти способ применить этот артефакт. Неплохие характеристики даёт. А как я его применю? На этот раз никакой стрелки нет. Может, раз он тут выпал, то где-то тут его и надо применять? Активировать артефакт-компас. Вернуться к сталкеру. В общем, активировался у нас переход. Я ещё сильнее захотел кушать. Возвращаемся к сталкеру. Похоже, я нашёл выход. Идём за мной. Сопроводить сталкера до телепорта. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, пойдём. Ну что, вот телепорт, вот сталкер проныра. Ну и что ты? Мы пришли. Так точно. Смотри, как... Да ты чё, а? Ну это чё началось? А потом сам прыгай. Бегай там туда-сюда. Да только что-то я не перемещаюсь. Ещё выше, что ли? Ну давай ещё выше. И меня переносят. Будет смешно, если проныра не успеет прыгнуть, и телепорт закроется. Но нет, он тут. Я тебе теперь по жизни... Я теперь тебе по жизни обязан, браток. От души чисто. Идём сейчас к фанату. Пусть убедится, что я доставил тебя живым. Сейчас перемещает. Поговорить с фанатом. Как? Как ты его нашёл? Скажи мне! Рассказать фанату о том, что случилось. Вот очень удивительная история. Я начинаю разбираться во всём происходящем. И сколько же людей пропало вот так, просто бесследно. Боюсь себе представить. Ладно, вот. Возьми немного денег и ствол этот возьми. Лично от меня. Спасибо. Благодарю. Всё. С этим покончено. Что теперь по квестам? Поговорить с лесником. Пойдём поговорим. Армейские склады. Выпал тайник. Это с тех, кого я уже обыскивал. Ещё. Янтарь. Ну а что, можно и лэрочку взять вместо калаша. У неё, конечно, хуже урон, но вроде патроны есть. Ещё. Рыжий лес. Автобусная остановка. Это тут. Да, есть немножко натовских. Ставим их вместо автомата калашникова. Убираем пока броню. Пулемётные патроны. Тут у нас есть покушать в большом объёме. Это всё хорошо. Идём к леснику. Лесник, что ты делал на янтаре? О чём ты говоришь? Меня там не было? Ты был на янтаре. После разговора с тобой мне будто по голове ударило. Ты говорила о каком-то выжигателе мозгов. Ты чё, лишнюю веселую таблетку Сахарова выклинчил? Ты бы с этим завязывал, парень. Не знаю, но Сахаров меня и на задание на завод под псиполя посылал. И таблетками пичкал. Тогда я могу быть прав. Людям и не такие вещи после ихних таблеток меречатся. А тут ещё и псиполя. Да, наверное галлюцинация после псиизлучения. Не ходил бы ты туда больше, парень. Опасное же это дело. Сам видишь, что излучение вытворяют живыми. На днях к нам притащили одного такого. На днях к нам притащили одного такого. Бредил всё, а лечить его нечем. К Сахарову один парниша пошёл за лекарствами. Так тот, тронувшийся, взял и застрелился молниеносно. Пистолет заныкал за пазухой. Даже никто моргнуть не успел. Жалко его. Жуткая история. Ну ладно, я пошёл. Если что, зови. Так, ну тут всё получается. Тоже, да. Артефакты он покупает, ну, за такие себе цены. Патроны мне в принципе не нужны. Дроби единственное, что я бы, наверное, закупил 30 штук. Прицела нет, да? Да. Ну и получается всё. Остался квест по поводу наёмников. Но я всё жду, когда они меня позовут, чтобы просто так не бегать. Ну и потом отправятся в бар. Где не потом, а сейчас. Только как мы это сделаем? Янтарь, армейские, рлеманс. Тут у нас на завод Росток, через армейские можно пройти. А через янтарь можно пройти, тоже на завод Росток. Ой, не знаю. Давай заберём тайнчок. Где-то здесь в кустах лежит. Ага, в пеньке. Вроде как. Да, 15 снайперских патронов. Ну, пусть будет. Уберу их в ящик. Жаль, тут проводников нет, чтобы с локации на локацию прыгать. Допустим, там с бункера учёных, лагеря у капера. Своему рюкзачку. Так, ну и тут. Рюкзачок с четырьмя зарядами ВОК. Лишние артефакты убираем. Раз, два, все дела. Ну и, в принципе, я готов идти дальше. 31,7 килограмма. Ого, это кто? Так, остань. Рыжий вес в шахте. Короче, какой-то сталкер. Проныра, ты чё, сдох? В смысле? Подожди, как он мог сдохнуть? У него, кстати, велес есть. Подожди. Я чё-то не понял. Он же со мной переместился. Как он мог умереть? Да, он ушёл. Тут было семь человек до этого. То есть, он потом куда-то попёрся и сдох? Да, чёрт возьми. В смысле? Да, тут нет проныры. То есть, о, я его спас, чтобы он пошёл и сдох от собак. Ты прикинь, он столько времени пропёл в пространственной аномалии. Ждал уже, смирился со своей смертью. Тут явился я каким-то чудом, просто спас его. А он куда-то попёрся и сдох от собак? Чё за дичь, я не понимаю. Как так могло получиться? Я уже сохранился в любом случае, только если с автосейва переигрывать. Но мне не хочется, знаете ли. Но это бред, конечно, ещё тот. Ладно, пойдём обычный рюкзак в шахте. Тайничок. Жуткое место, особенно когда тут никого нет. А тут, тут открыто всё. Прекрасно. Те два учёных лежат мёртвые. Ну и вот тут рюкзак у нас за камнем. Ого, один выстрел РПГ. Ну, как сказать. Не особо он мне нужен. Убираем. Хвосты что? Хвосты. Тут три заряда для натовского подствольника. Тьфю. Ну тут, в общем-то, такие тайники тухленькие. Забирай. Две 600 плюс детектор пусть забирает. А чем костюм лучше? Да практически всем, кроме радио и хим. И то там чуть-чуть. А броня-то у них почти одинаковые, что ли? Ну да, разница небольшая. Да в остальных характеристиках тоже не особо большая разница. Единственное, что он весит 10, а мой весит тоже 10. То есть, даже в этом они одинаковые. И, ну, пси-защита заметно лучше. Все остальное, это плюс-минус такое же. При том, что ССП стоит дешевле. Ладно. Итак, мне нужно в этот переход. Да. Разыскать профессора Каланчу. Я перешел на завод Росток. Видимо, это тот самый бар переделанный или что, я не понимаю. Ну и давай залезем в КАМАЗ. Что-то, что здесь будет? Тут ничего. Никаких подарков. Пойдем искать людей каких-нибудь. Смотри-ка. База долга. Стройка. Вход в бар. Тут какой-то переделанный, в общем-то, бар. О, артефакты. Наверное, стоит их себе взять. Потому что, а чего бы нет. Выверт. В оригинале Выверт вроде радиацию вывозил. Тут. Разрыв плюс два. Да что у них с походкой, я не понял, а? Слушаю тебя. А я вот тебя не хочу слушать. Так, выпал артефакт. Где-то вот здесь прям. Где конкретно, наверху что ли? Ой. В общем, не знаю, как туда пройти. А может, оно не стоит того? Тут не запрыгнуть, там не зайти. Вот где он? А вот непонятно. Снизу его не видно. Тут его тоже не видно. Куда он падает? Он походу в текстуру упал куда-то туда. Хорошо, пусть будет так. Не вижу смысла ради него так сильно стараться что-то там его достать. Ну что, мы на входе в базу? Я тут должен ходить бородить, я так понимаю. Средскольких торговцев. Раз, два, три, четыре торговца. Куча квестовых персонажей. В общем, повеселимся, видимо, сейчас. Опа. Там были инструменты? Да, были инструменты для грубой работы. То есть там еще их придется искать. А вот и техник, который, скорее всего, даст задание. Кому вы нужны, скажи. Так, а кого мне искать-то? Разыскать профессора Каланчу. Да я с ума сойду, пока тут буду бегать. Скорее всего, надо именно в бар идти. Вот тут есть вход в бар, направляемся туда. Думаю, у местного бармена, если поинтересоваться, он все расскажет. Вот он, вход в бар. Находится здесь. Здорово. Проходи, не задерживайся. Лёлик-болик. Тут написано барыга. Какой барыга? Тут еще и артефакт какой-то у него. Смотри, какой. Это где? Это пленка. А ну-ка. Сытость плюс два. Вот это мне надо. Меуча, приятно. Так, ну и барыга. Есть хабар. Пойдет базар. Я бы хотел кое-что узнать. Тут ничего не спросить. О наших ученых. Поэтому я передумал пока. Чья-то жратва лежит на входе в бар. Басота какая-то тут живет. Что я только что подобрал? А, бутылка водки. То есть кто-то сидит, да? Делает свои дела и попивает бутылку водки. Нормально так. О, а вот антират я, пожалуй, возьму. Хотя там не только антират. А там было еще и антидот. Опа, еще арт, смотри-ка. Это где? Бревно. А кто мою подругу сюда добавил? Сталкер, погоди. У меня у тебя есть небольшое предложение. Что ты хотел? Слушай, я торгую информацией о различных тайниках, схронах с оружием и артефактами. И всем таким подобным. Я вот тебя увидел и подумал, а не хочешь ли ты купить один тайник? В нем лежит очень хороший артефакт. Какие у него свойства, я не помню. Но такой ты точно нигде раньше не встречал. Я попрошу за него всего лишь пять тысяч. Так как тайник окружил мутантами и приходится цену скидывать. И иними у него такая репутация, видите, плохо, не зря тут написали. Поэтому стопудово это обман. Прости, не интересует. А не собираешься ты меня кинуть? Парень, я таким не промышляю. Конечно, я тут человек новый. Обо мне так всех не проспрашиваешь. Но уверяю тебя, что тут все честно. Лично я, ветеран одной группы нейтралов, которая когда-то совершала походы к центру зоны до включения выжигателя. Мы с ребятами Припять вживую видели. Я продал уже за сотню таких тайников в разных частях зоны. Конечно, это какой-то обман, но это стопудово. Но, скорее всего, если я откажусь, то все на этом кончится. Поэтому давайте согласимся, чтобы посмотреть, что будет дальше. Ладно, держи. Благодарю. Значит, ящик у шасси упавшего вертолета на армейских складах. Вокруг него псы. Будь осторожен. Понял тебя. Сам видите, какой-то он такой пес в абибасе с рюкзаком из метро. Нет, ну бар сделан круто, атмосферно. Музыка еще оригинальная, конечно, подкупает очень сильно из ТЧ. О, это музыка. Такие теплые воспоминания сразу накатываю, да? Такая ностальгия пробивает. Так хочется сразу поиграть в ТЧ. Ладно. Какой-то бухарик. Еще бухарик. Это, понимаешь, это обычный, правильно? О, это болт. Подожди. Он даже не отмечается, как выставлено, тем не менее, у него можно что-то спросить. Что случилось? Ну, надо же было так облажаться. Что же эта зона делает с мозгами? Вроде же нервы крепкие. Никогда ничего не боялся. А тут такое. Все этот вой в ушах стоит. Все же шло, как и обычно. Была вылазка на армейские склады. Сели с кривым в засаде, прикрываясь основную группу. А тут, как услышал вой, такой ужас охватил. Вздрагивает. Блин. Я даже не помню, как оказался на заводе. Когда вернулся на базу, Воронин чуть не расстрелял на месте. Он мне как раз выдал пушку улучшенную. За хорошую службу, так сказать. А тут... Я в панике, как дёру дал. Так, видимо, её там и оставил. Если бы ты мог её принести мне. А то куда я теперь без нормального оружия? Да и штаны ещё не отстирал. Засмеют. Сочувствую, морщит нос. Ну, короче, вон у стены мужик в плаще стоит. Поговори с ним. Хорошо, как скажешь. Кто вот этот, что ли, жмых? Петро Чубурашка? Или какой-то другой? Не-не-не, другой. А Петро Чубурашка чё? Петро, что слышно? На армейских складах деревушка одна есть. Которую лучше всего стороной обходить. Пойдёшь туда, смерть свою найдёшь. Вся местность просто кишит кровососами, страшными тварями. Только и дотыкаешься на сушёные, бескровные тела несчастных сталкеров. Иногда ночью можно увидеть и саму Химеру. Которую только едва увидишь, а уже всё, труп. Какая-то группа охотников с севера пришла в эти края. Хотят очистить местность от мутантов. Главное у них Деодору. Проходил службу в Афганистане. Все отзываются о нём, как о добрым человеке. Хотя лично я с ним никогда не был знаком. Ясненько. Аптечку можно возьму? HD-модели, конечно. Вот как вы относитесь к HD-моделям? Вам они нравятся? Или вам всё-таки ближе какие-то, ну, стандартные модельки сталкеров из оригинала? Вот, например, это бандит, я так понял, типа. Ну, он одиночка, но броня как будто бандитская. Тут и абибас, и чёрная такая одёжка. Охотник. Эх, вот же угораздило меня. Потерял свою именную винтовку, доставшуюся мне от деда. Помог бы кто её вернуть, но, видать, не судьба. Где ты потерял её? Да через армейские склады шёл. Одна сволочь сказала, в деревне там одной можно рожиться артефактами. Ну и я, дурак, попёрся туда. Там, смотрю, она просто кишит кровососами. Я сдриснул быстрее, когда глаза глядели. А ружьё случайно выронил. Ладно, помогу тебе. Ох, спасибо тебе, брат. Я в долгу не останусь. Где-то в деревне. Тут у нас уже, знаете, схрон тут. Угу. В процессе тут ничего. Смотри, какой он. Свалом. Тут ребята серьёзно сидят. Это чё, бухарик? Не, ну это... Да я... Вот. Ладно. Отдельная какая-то комната. Вход только чего? Только для персонала. Жека-студент. Сидит, что-то тут отдыхает. Может, воздухом дышит, кто знает. В какую-то сторону, тут если пойти, то артефакт был. Вон он. Ну подожди, сейчас мы ещё... Ну подожди, мы сейчас ещё с ребятами поговорим. Егор Ковист. Макс Колей. Ну и этот в плаще. Я осведомитель. Торгую информацией в зоне. Продаю важные сведения. Покупаю чертежи, документы и записи из лабораторий. Моя информация ценная. И хорошо послужит тому, кто ей обладает. Мне нужна информация. Какая? Не находили ли на армейских складах улучшенное оружие? Кое-что есть. За эту информацию 3000. Держи. Значит, в окрестностях деревни Кровососов на днях нашли улучшенную снайперскую винтовку. Предположительно, вольные сталкеры продали её за высокую цену местному криминальному авторитету по прозвищу Дрель. Вот это прикол. Думаю, тебя заинтересует. А, КПКшенки. Я думаю, можно продать. КПК Пса. 3000. А что у нас там в КПК Пса-то, если честно, я даже подзабыл. Собирайте файлы, валите сюда. Ага, это КПК технаёмников. КПК Сапога. Но я думаю, что это бесполезно. КПК Васильева и КПК Козловского. По рукам Козловского. 5000. По рукам Сапога. 400 рублей. Ну, там, конечно, никакого инфы нет толком. И Васильева. 4 по рукам. В общем, подняли. 12 400. Так, а работа-то у тебя есть? Нужно убрать одного сталкера, который серьёзно мешает нам в работе. Берёшься за это дело? Почему бы и нет? Значит так. На армейских складах засел один сталкер. Предал очень хорошего человека. Убьёшь его, получишь награду. Никаких вопросов не задавай. Кого нужно убить? Сталкер-адиадора. Эй, да ты чё? Перенесёшь КПК. Мне же этот, про него только рассказывали, что он там какой-то охотник. С ним можно что-то пообщаться. Ай, как-то нехорошо получается. Ладно, по поводу инструментов. Для грубой 5000 рублей. Ты чё, я уже их нашёл. Для тонкой. 10 000. Ладно, я не буду пользоваться таким приёмом, как, типа, купить, потом перезагрузиться, знаю уже где место. Ну, давайте так не делать. Пока не буду покупать инфу по инструментам. Буду пытаться найти сам. Ну, а по поводу наёмников он что может сказать? А, такой информации не владею. Ладно. Смотри, плёнка 5200 аж стоит у него. Всё, до встречи. Ну, и теперь, собственно говоря, сам бармен. Где я могу найти учёных? В подвале. Иди сейчас направо. Прямо. Снова направо. И опять направо. Дальше поймёшь. На территории бара есть проводник? Конечно. Его зовут Зелусом. Найдёшь его возле базы долга в небольшом здании. Мне нужна работа. Есть что на примете? Если тебя заинтересует. Частота на заводе, копыток обоанами, дуза. Ну, чистоту на заводе. Есть дело. Слышал от долговцев информацию, что на крыше старого завода, на определённых частотах, можно услышать странные радиопереговоры, неизвестные группировки. На непонятном языке. Какие-то сатанисты, что ли. На частоты должников покушаются. Ты это, сходи, возьми аппарат у фургона и иди на завод. Расканируй. Что надо? Как тебе такое? Попробую. По торговле что у него? Еда. Опа, я прошёл. Что у тебя тут такое? Есть какие-то сюрпризы? Колбаса можно только взять диетическая. Да и в принципе всё, никаких сюрпризов. Ну что, куда он там сказал? Направо, прямо, потом направо. Всё, я потерялся, запутался. И ну вроде куда-то в эту сторону. И кстати, тут приседает FPS, здорово, в баре. Обращаю на это ваше внимание. Я уже пошёл в другую сторону от артефакта. Тут какой-то свой торгуется отдельный, что ли? Вау! Кто стучит? Кот, разумеется, не знаю, никакой. Кто-то стучит, в общем-то. Куда я попал? Ё-моё, до 45 проседает. Так, куда-то сюда можно пройти. Возможно, как раз тут учёные. Но подожди, во-первых, что тут? Нужен ключ, дверь плотно закрыта. Во-вторых, тут был какой-то проход. Вот тут вот. Вентиляция. Какие-то звуки страшные стали появляться. Нам либо туда, либо сюда. Тут тупик. В эту сторону можно пройти. Тут кто-то спал. Смотри, лежанка. Горит свеча, жрачка, кастрюля. Ну и в принципе всё, тут ничего больше. Тут кто-то живёт. Нет, ну вообще уютное место, если честно. Ну а что? Спокойно, как на курорте. Вот только знают ли люди, что здесь кто-нибудь живёт. Пойдём дальше. А, так дверь же закрыта. Стоять! Бункер учёных временно закрыт на карантин. Ход строго по пропускам. Я военный. Сахаров должен был сообщить обо мне. А, так точно. Тогда проходите. Понял. Проникаем в бункер учёных. Кто ещё, будут живые? А ну-ка. Так никого же нет. Всё, вот, вижу проход. Открыть дверь. Ого, тут прям бункер интегрировали. У них есть свой техник новиков. Что-то я не понял. Я сделал прокачку, и у меня вылетела игра. Почему так? Ещё раз качаем. Вроде сейчас не вылетела. Учёный, вот он. Тут у нас кто ещё? Какие артефакты красивые. Ты смотри. Как красиво. Там внутри что-то крутится. Вообще здорово, мне прям нравится. А это кто? Уф ты. На какого-то павука похоже. Или на какой-то глаз. Страшно. Ну что? Герман, кто вы? И зачем решились нарушить наш покой? Я ещё профессор Каланчу. Каланчу? К сожалению, сейчас у вас с ним не получится встретиться. Наш коллега вот уже более года назад покинул нас. Причём без чего-либо ведомо. Просто взял, да и ушёл в ночь. Что вы хотели от него? Мне нужна информация о выбросах. Почему вы интересуетесь этим? Мне бы хотелось помочь науке. Ну, я бы не сказал, что это очень уж загадочное явление. В зоне встречаются вещи поинтереснее выброса. О чём это я? Ах, да. Вам бы точно лучше всего подошёл Каланча. Он в выбросах знал всё. Слушайте, я могу сейчас поспрашивать местных, куда Каланча предположительно мог уйти. Обзвоню всех. Но вы действительно для меня. Но вы, но вы сделаете для меня кое-что. Согласны, что нужно сделать? Мы недавно отправили сталкера разведать дальнюю часть комплекса, где слышатся разные скрежущие звуки. Скрежущие звуки. Но вот прошло уже больше часа. А от разведчика нет никаких вестей. Не могли бы вы сходить туда и разобраться с ситуацией? А я вам в обмен информацию. Кот. Ага. Знаете, что странно? Типа он говорит, ну ладно, если тебе надо, я, конечно, обзвоню всех и спрошу. А то есть тогда, когда он год назад ушёл, ваш профессор, вы типа такие, ну ладно, и не стали никому звонить и узнавать. Окей, ладно. 9-6-3-5. Источник шума выяснить. 9-6-3-5. Запомнил. Пока. Мне кажется, там какой-то сейчас будет этот прикол страшный. Профессор Озёрский тут присутствует. Запомнили? 9-6-3-5. Где там эта дверь была? Вот она. 9-6-3-5. Ничего себе там скрежущие звуки говорит. Дверь буквально выбивается. Ну ладно, заходим. Сейчас будет какой-нибудь контролёр, да? Темно так. Если я выключу фонарь, то... Мне лучше включить. Я кого-то слышал, ребят. Мёртвый долгвец. Всё, заключай, выключай. Ладно, там... Да ты где, тварь? Я его не вижу. Да ты чё уперся там в мусорную кучу, что ли? Ещё? Ну всё, будет теперь туда-сюда летать как дурак. Посмотри, чё делают. Ты чё думаешь, я буду на твой этот, на твой поводу идти? Ты меня дурака не держи. А, тебе мало, да? Ну ещё лови. Смотри, какая тварь изворотливая. Как я таких не люблю? Ещё лови. В придачу. И этого тебе мало, понимаю. И этого тебе мало, понимаю. Ну и всё. Поговори с Германом. А долгвец погиб. Тайник в баре. Всё забрал, что мог забрать. Что мне нужно. Всё, больше сюрпризов нет. Больше сюрпризов нет. Артефактами тут тоже не пахнет. Ну, в общем, ну такое. Какой-то полтергейст летал, тут тварь такая. О, Геркулес мне надо, кстати. В помещении были полтергейсты. Удивительно. И что они здесь забыли? Знаете, под нами расположен большой лабораторный комплекс. И чёрт его знает, какая каша здесь варилась в советское и постперестроечное время. Вероятно, они оттуда к нам изобрели. Что ж, как я обещал, делюсь информацией. По последним сведениям. Воронин, сталкеры. Кто из вас хочет хорошо позаработать, подходите ко мне. У Долга есть одно дело очень важное. Понял. Так вот. По последним сведениям, коллега наш частенько закладывал заворотник здесь. В нашем баре. Что я категорически не приветствую. Тем более, в рабочее время. Выпивал он и перед тем, как ушёл. Как мне его тогда найти? Отправляйтесь к бармену. Всё остальное узнаете у него. Нет, они реально его не пытались найти год назад? Типа год прошёл. А он, оказывается, его никогда не искал, что ли? Вам, может, ещё чем-нибудь надо помочь? И это прекрасно, что вы вновь готовы помочь науке. Сразу к делу. Насильно заботит подземный научный комплекс с кодовым названием X-19. Расположенный прямо под заводом Росток. Вы представьте большое количество нетронутой документации прямо у нас под носом. А послать хорошо экипированного сталкера прямо туда сейчас возможности не имеем. Вы решитесь на этот шаг? Конечно. Просто прекрасно. Держите ключ от двери. Учтите. В этой лаборатории велись обширные исследования по изучению воздействия пси-поля. Поэтому будет полезным приобрести внушительное количество препаратов и снаряжение привести в порядок. Всё понятно. Ну, я прямо сейчас туда не пойду. Подожди пока. Тут тоже ничего. Всё. Значит мы направляемся с вами на поверхность. Или как? Нет, сначала поговорить с учёным. А потом уже видно будет. Не, вообще тут неплохо, да? Так бункер встроили. Вообще здорово, когда меняют карты. Давай дверные закроем? Или как? Нет, она уже не закрывается. Какой-то труп на карте, кстати. Фиксирую. Не появлялся здесь профессор Каланча? Да, появлялся. Герман меня уже спрашивал о нём по твоей просьбе. За твоей спиной у стены ужратый штык сидит. Вот он его частый собутыльник. Выпивали даже перед его отходом. Попробуй разговорить его, что ли. Готовь бутылку. Хм, бутылку водки? У меня есть пять штук, поэтому я думаю нам хватит. Ну что, собутыльник, давай этот... Занакатим? Пришёл, чё? Чё надо тебе? Оклимался? В состоянии говорить? Чё? Чё хотел от меня? Так в состоянии говорить? Ну, ты пил с Каланчой более года назад. Не знаешь, куда он мог подеваться? Каланчой? Да, кажется, припоминает чего-то. Ну так, смутно очень. Ты меня подтопи сейчас, память моё. Это, поднапряги бутылкой, а? Вот тебе бутылка. О, нормально, сидим. Наливай, мужик. Нормалец накатим сейчас. Я не буду пить. С тебя обещанная информация о профессоре Каланче. Да чего ты меня напрягаешь своим Каланчой? Ну, был профессор такой. Внизу со всякими железяками возился. Ну, посидели мы с ним пару раз. А потом он ушёл куда-то. Вспомнил, точно. Он ушёл к свободовцам на склады. Что ему там нужно было, я понять не в силах был. Ну так, наливаем давай? Ты садись рядом, сейчас хорошо, за жизнь выпьем. Спасибо, но пить не буду. Понятно, обновлено поговорить с барменом. Яница сказал, что Каланча ушёл к свободовцам. Это тебе до армейских склада и топать надо. Там они поселились. Я думаю, дорогу туда сам найдёшь. Всё понятно, пока. Пока я разговаривал с барменом, он тут накатил. За общее дело. Так, ну как мне артефакты достать? Я теперь не успокоюсь. Он где-то в той стороне. А туда никак не пройти. По крайней мере, с территории бара. Значит, он может быть наверху. Ладно, сейчас пройдём. Опять вылет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok